Всем привет! 27 апреля 2022 года мобильный оператор Yota запустил новый тарифный план под названием «Готовый тариф». Рассмотрим параметры этого тарифа и сравним его с аналогами от этого же оператора. Параметры тарифа, то есть наборы минут интернета и безлимитных сервисов, одинаковы для всех регионов России. Отличается только размер абонентской платы. Рассматривать параметры и цены я буду на примере Москвы и области, а в конце видео сравним цены в разных регионах России. Основные параметры. 350 минут на любые номера России, плюс безлимит внутри сети нерасходующий пакет минут. 35 гигабайт мобильного интернета, плюс безлимитные сервисы ВКонтакте, Ватсап, Телеграм. Как заверили в техподдержке Yota, это нормальные безлимитные сервисы, которые при использовании сервисов не пытаются сожрать ваш пакет интернета. Абонентская плата 490 рублей за 30 дней. По сравнению с тарифами других операторов, предложение очень даже ничего. Но есть один нюанс. Это акционный тариф, доступный только для новых подключений, то есть покупка новой сим-карты. Или при переходе к оператору по МНП, то есть от другого оператора с сохранением номера. Акция проходит с 27 апреля по 31 июля 2022 года. В этот период вы можете купить готовый тариф от Yota. Сравнивать с тарифами конкурентов акционный тариф в этот раз не стану, но сравнения все равно будут. Первым делом сравним со стоимостью точно такого же по параметрам тарифа, если собрать его через конструктор. С одной стороны разница более 100 рублей за 30 дней, неплохо. А с другой это все-таки акционный тариф, поэтому могло быть и лучше. Давайте сравним готовый тариф с предыдущим акционным тарифом Yota тариф за 390. Пакет минут на предыдущем тарифе чуть меньше. 300 вместо 350. Зато пакет интернета намного больше. 50 гигабайт вместо 35. Безлимиты отличаются. Раньше были ютуб, инстаграм и тикток. А сейчас вконтакте, телеграм и ватсап. Абонентская плата была на 100 рублей ниже. Тариф за 390 был доступен для подключения до 3 апреля 2022 года. Абонентская плата за готовый тариф в других регионах России. Разница, как обычно, местами существенная, местами не очень. В Ивановской области, например, абонентская плата в два раза ниже, чем в Московской области, а в Республике Татарстан такая же, как и в Московской. А на этом у меня все. Подписывайтесь на группу Технологикус Вконтакте. Ссылка в описании.